В зале искусств Первой Одинцовской библиотеки участница клуба «Активное долголетие» усердно и с интересом рисует. Не так давно в расписании долголетов появилась новая активность – художественная студия. Преподает в ней молодой педагог Анастасия Арестовская. В основном она обучает детей, но опыт работы с возрастными студентами считает для себя весьма интересным. Очень мне нравится. Очень люди заинтересованные пришли на занятия, очень вдохновленные. Я даже сама от них так заряжаюсь. Очень внимательные и именно старательные. У Анастасии две группы долголетов по 10 человек. С одними уже перешли на новый уровень. Ученики пишут натюрморт и акварелью. А с этой группой пока осваивают штриховку карандашом. Учится работать со светом и тенью. Сейчас основная задача ее студентов – нарисовать композицию ваза с драпировкой. По признанию педагога, те, кто занимается дома, показывают достойные результаты. Кто-то не признается, но я очевидно вижу, что в художественную школу ходили люди. Либо тоже в какие-то кружки. Кто-то сам для себя тоже, так понимаю, рисует. Но успехи пока они себе не присваивают. Но очевидно есть. Лидии Тихоновой – 75. Большую часть свободного времени она проводит с внуками. У нее их пятеро и все мальчишки. До пандемии Лидия Васильевна ходила рисовать на лазутинку. Потом занималась дома, в том числе и вместе с внуками, некоторые из которых посещали художественную школу. С открытием новой студии пришла в клуб. Под руководством педагога постигает основы академического рисунка. Сегодня трудится над созданием аппетитного яблока. Мне очень нравится, когда получается что-то интересное. Тем более форма определенная, понимаете, потому что это довольно сложно. Я, правда, заканчивала у меня техническое образование. То есть мы рисовали, мы чертили, но это немного другое. А здесь идет объем краски. Мы красками рисовали на лазутинке. Все это очень приятно ложиться на душу. Пока начинающие художники пытаются и в основном успешно копировать готовые натюрморты. Следующим этапом станет натурная работа. В дальнейших планах прикоснуться к таким художественным материалам, как пастель, гуашь. Возможно, замахнуться и на масло. Наталья Гончарова, Николай Бирюков, телекомпания Одинцова.